В рамках того, что Казахстан является неотъемлемой частью мирового сообщества, и мы не можем себе позволить не замечать этих тенденций. В связи с этим было принято решение о разработке такой программы. Сейчас я подробнее об этом расскажу. Итак, вот то, что можно чуть-чуть поподробнее. Во-первых, это новая промышленная революция. То есть, соответственно, любое производство, любая сейчас технологическая работа с применением новых технологий, с применением цифровых технологий получает большое преимущество. Возможности. То есть, реализация такой программы позволяет стране оставаться конкурентной. То есть, цифровизация, полноценная цифровизация экономики позволит нашей стране быть более конкурентной. Ну и, естественно, одно из основных направлений сейчас, скажем таки, типичные области экономического роста, предыдущие драйверы экономики находятся немножко в тупике, поэтому именно в цифровизации и в оптимизации есть новые резервы экономического роста. Итак, что же будет результатом у нас цифровизации? То есть, к чему мы вообще придем? К чему мы хотим прийти? Какие цели мы хотим достичь? Одно из основных — это граждане, то есть люди. То есть, это развитие навыков нового цифрового общества. Следующее — это, естественно, само государство. Государство станет более интерактивным, более проактивным с помощью этих технологий, позволит многие государственные услуги улучшить, оптимизировать и повысить эффективность работы государственных органов. Ну и, разумеется, это изменение космоса, в том числе и бизнеса, то есть все процессы, вся работа будет гораздо более эффективна и гораздо более доступна для других бизнесменов или для граждан. Соответственно, это ключевые области, которые обозначены в цифровом программе, в госпрограмме «Цифровой Казахстан». То есть, это развитие приативного общества. Соответственно, одним из основных результатов — это будет появление новых рабочих мест. Переход на проактивное государство. То есть, во-первых, то, что мы наблюдаем сейчас уже, услуги можно, многие услуги можно получать в электронном режиме онлайн, не посещая госорган. Проактивное государство предполагает, что государство будет предугадывать необходимость у какого-нибудь гражданина в получении услуги. Цифровое преобразование в отраслях экономики подразумевает рост производительности. В первую очередь, это один из основных показателей. И реализация цифрового шелкового пути — это то, что касается инфраструктуры. Это высокоскоростной доступ в интернет, без чего сейчас все уже прекрасно понимают, невозможна реализация, собственно, такой масштабной программы. Самое то, что здесь в нашей программе мы сейчас вкладываем, то, что мы будем реализовывать вместе с вами, это достаточно уникальная вещь в глобальном, да, то есть в мировом даже масштабе. То есть эта программа достаточно амбициозная в том смысле, что сроки по достижению цели, которые в ней установлены, они достаточно, скажем так, сжаты. Потом программа очень, скажем так, всеобъемлющая. То есть в рамках нашей программы задействованы и ГУС-органы, и частные бизнесы, какие-то граждане, и стартапы, и так далее, и тому подобное. Разумеется, самая, я надеюсь, что, в общем, самая программа является в соответствии со всеми показателями, является очень конкурентной и в том числе и в мировом масштабе. Так, чуть-чуть более, чуть более подробно. Соответственно, здесь у нас 4 направления, 11 инициатив в рамках программы. Чуть раскроем вот эти собственные инициативы по 4 направлениям. То есть это крупные блоки, по которым планируются различные мероприятия. То есть, как вы видите, 4 направления, 11 инициатив и более 130 мероприятий. Одной из таких инициатив в рамках цифрового преобразования является как раз и реализация умных городов. В общем, естественно, понимание того, что это важный процесс и важный проект присутствует, поэтому, собственно, он у нас и вошел. Итак, чего же мы добьемся? На самом деле, одним из основных показателей реализации этой программы будет общий рост темпа роста ВВП, то есть до 5-6%. Вообще, если рассматривать влияние этой программы на экономику, социальную сферу и взаимодействие между различными государствами, между бизнесами, государствами и гражданами, влияние программы будет практически в каждом направлении. Поэтому, соответственно, все это вместе, вкупе, все эти изменения, в общем, дают нам право говорить о том, что это повлечет за собой и повышение общего темпа роста ВВП, потому что охватывает полностью все сферы деятельности страны. Собственно, пример того, какие непосредственные инициативы могут быть реализованы в рамках государственной программы, можете... Эта программа у нас является документом обсуждаемым, открытым. Все предложения, ну, в общем, в целом мы, естественно, со всеми тоже все и неоднократно ее видели, давали свои замечания, которые мы учитывали. Поэтому, напоследок, я бы хотел сказать, что, во-первых, поблагодарить за приглашение, за возможность рассказать о цифровом Казахстане, во-вторых, сказать...